Уже и душно, и остеизировано к финалу конференции. Ну и самое главное, уже вышло ее время, за лимит. Поэтому благодарю тех, кто остался. Будем воспринимать мой доклад как анонс 20-й конференции по психосоматике. Поэтому придется мне ее сократить именно до размеров анонса. Но постараюсь основную мысль передать, поскольку уже много коллег выступило. И все, что действительно хотелось узнать о психосоматике, уже было сказано. Продолжая мысль Владимира Александровича Винокура, что формально психосоматики во многих руководствах не существует. Для этого есть основания, поскольку, как подчеркнул Виктор Анатольевич Ташлыков, любое заболевание мы можем рассматривать как психосоматическое. Так или иначе, психика будет затронута, только мертвые не потеют, как говорится. Поэтому в любом случае происходят какие-то переживания, связанные либо с соматопсихическими механизмами, либо с психосоматическими. И тревожные расстройства, когда как раз люди активно потеют, наиболее ярко показывают, что психика в любом случае отражается в виде телесных феноменов тех или иных. И поэтому мне бы хотелось в завершении вот эти механизмы с вами обсудить, поскольку они были раскрыты и в докладах. И есть целая серия книг, которые раскрывают и психологические составляющие этой проблематики, и, главное, мишени для терапии и процессы, которые мы можем использовать в психотерапии. В том числе и наша ассоциация способствовала выходу книг по когнитивно-поведенческой терапии. Буквально этой осенью вышли техники когнитивно-поведенческой психотерапии. Второе издание того, что до этого называлось «Управление настроением», более игривое название, «Теперь разум рулит настроением», Гринбергера и Падески, очень известных когнитивно-поведенческих терапевтов. Вышла буквально месяц назад книжка Бека и Дэвида Кларка, который буквально неделю назад, 10 дней, делал блестящий доклад в Стамбуле, посвященный терапии тревожных расстройств. И их книга с Беком «Тревога и беспокойство» является таким мануалом, практическим руководством для работы в том числе и с такими соматизированными компонентами, эквивалентами, можно так сказать, тревожных состояний. И ставшая хитом книжка Роберта Лихи «Свобода от тревоги» и «Лекарства от нервов», где тоже разбираются и алгоритмы диагностики, и терапии, и коморбидные состояния, тревожно-депрессивный синдром, который тоже проявляется телесно достаточно выраженно. Вот эти книжки мы рекомендуем как дополнение не только к моему докладу, но и ко всей нашей конференции. Ну и напомню, некоторые из прошлых книг, в том числе и мои такие популярные книги для клиентов, и книги тоже нескольких когнитивно-поведенческих терапевтов, в первую очередь Макея, Лин Кларк, Ричарда Хеллама, ставшие тоже достаточно популярными у наших клиентов, как психообразовательные, как доступ к такому пониманию, что это не обязательно соматическое заболевание, а чаще всего проявление психоэмоционального напряжения в теле. И поэтому напомню текущую модель психиатрии, которая является блестящей, с моей точки зрения, очень ценной, очень важной, но важно ее не забывать, потому что она не только подчеркивает роль биологической такой, скажем, матрицы, что мы действительно набор белков и кислот, но тем не менее мы больше, чем только биологическая машина, которую мы из себя представляем. Поэтому, конечно, изучение органное, изучение синдромальное, безусловно, необходимо, и соответствующая терапия во многих случаях является первой линией помощи, особенно, говоря, это в стенах 7-й психиатрической больницы, клиники неврозов. Мы понимаем, что это необходимость коррекции состояния, в том числе и психического, и соматического, через биологические методы лечения. Но важно не забывать о том, что они все взаимосвязаны, и что психологическое и социальное входят в состав этой биопсихосоциальной модели неразрывно, потому что феномен человека тоже является неразрывным. Это мы его препарируем на вот такие составляющие, и как раз рядом висит портрет Ивана Петровича, в честь которого названа вся клиника неврозов. Вот он сказал в стенах этой клиники как раз, что я надеюсь, что наступит то время, когда мне не придется разрывать себя на психику и тело, соматику, что когда они будут объединены именно научной мыслью. И мне кажется, что Иван Петрович внес наиболее существенный вклад как раз в эти возможности понимания психосоматики и понимания всей системы, которую мы наблюдаем у наших пациентов, в том числе и в этих стенах. Потому что мы видим большое количество соматических проявлений, соматических эквивалентов. Вот небезызвестный слайд, и многие коллеги, и я используем его регулярно, чтобы показать, что аффект, тревога, депрессия, как состояние эмоциональное через тоску, печаль, уныние, обязательно будет влиять на соматическое состояние, не только на эмоциональный фон. Обязательно будет проявляться теми или иными дисфункциями в теле. Поэтому, обнаруживая эти дисфункции, наша задача как раз через психообразование прояснить для наших пациентов их роль и их участие, поскольку оно с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии ключевое. Мы сами, как подчеркивает Бек, кузнецы своего счастья и несчастья. Но без понимания этих процессов мы не сможем оказывать на них влияние. Поэтому диагностика тревожных расстройств это целый комплекс различных исследований, но которые, к сожалению, сами по себе в единичном таком подходе и взгляде не могут раскрыть нам ни феномен человека, ни феномен его тревоги и тревожных расстройств. Они могут измерить проявление симптомов, они могут показать феноменологию и ее проблематику, но этого, очевидно, недостаточно. Поэтому в современной и психологии, и психотерапии, и, как я упомянул, психиатрии, и есть понимание вот этих трех компонентов, которые буквально эволюционно развивались как метафоры человека. То есть, начиная с работ Рене Декарта, с его понятия ондулатиорефлексия, мы стали рассматривать человека как машину, и символом стали высокоточные прецизионные механизмы, часы, микроскоп. Поэтому понятие биологической машины и сейчас актуально в биологических методах терапии, где мы выбираем мишени биохимические, биологические, механические, можно так подчеркнуть, которые раскрывают механизмы физического функционирования и физических процессов нас как организма. Но Великая Когнитивная Революция в середине XX века, точнее, официально, формально с ноября 1955 года, подчеркнула вот этот важный переход на другую метафору уже, что от механической аналоговой системы мы перешли к системе цифровой. И метафора компьютера подчеркивает, что это знаково-символическая система, где единички и нолики отражают копию механики, копию в виде того, что мы имеем на своих гаджетах, когда мы можем сфотографировать этот экран и этот слайд, и у нас будет с собой цифровая копия. У нас не будет настоящего экрана, не будет, хотя и сам экран в данном случае тоже копия из этого проектора. И вот то, что мы оперируем копиями, это великая заслуга Ивана Петровича, который в стенах этой клиники, вот буквально в окно можно увидеть бывшую операционную соматической клиники Александровской больницы, которая была так называлась до 2019 года, объяснил коллегам-психиатрам, как имплементировать, как внедрять в практику его теорию не только условных рефлексов, потому что понятно, что текущая слюной собаки Павлова это первое, что к нам приходит в виде ассоциативного ряда, когда мы упоминаем его замечательное имя. Ну и теория первой и второй сигнальной системы, где вторая сигнальная система – это дубликаты этой реальности, которую мы получаем перцепторно в виде первых сигналов, но можем продублировать их и уже автономно оперировать ими, порождая целую Вселенную, как раз знаково-символическую. И поэтому человек – это уже не только биологическая машина, но и машина, оперирующая кодами. И вот в этом богатство нейросети, где на биологической основе, на основе матрицы такой материальной, появляется нечто, ну то, что, конечно, будет спекуляциями назвать духовное, но это некая возможность уже оперировать другими системами. То есть на базе нейрологии у нас появляется психология, которая оперирует знаками, символами, понятиями, где появляется у нас то, что Артур Александрович сегодня называл следом за Львом Семеновичем Выгодским речемыслительными процессами. То, что следом за Бахтиным он описывал как полифоническую систему. Поэтому здесь мы видим колоссальную преемственность отечественной научной мысли и Павловская школа с продолжателями в виде академика Арбелия, как психофизиолога, Иванова-Смоленского, Быкова, и продолжателей в лице психиатров. Довиденков участвовал в Павловских средах. Ну, вот фотографии их есть здесь на стенах. И можно посмотреть в фойе перед Павловской комнатой памятной. Владимир Николаевич Мясищев был на Павловских чтениях, и он всю Вторую мировую войну, Великую Отечественную, проработал здесь, в этих стенах, всю войну, как психиатр. И именно работы Мясищева положили основу, фундамент заложили в то, что потом и Борис Мясич Ковосарский, и Виктор Анатольевич Ташлыков, и Галина Львовна Исурина, и Артур Александров развивали как личностно ориентированную реконструктивную психотерапию. И, на мой взгляд, это богатейший фундамент как раз для понимания и личности, и ее роли в развитии различных расстройств. И психической сферы, и соматической, и того, что мы на этой конференции и между собой подразумеваем под понятием психосоматики. 21 век подарил нам еще более сложную метафору, метафору сети, где, затронув одну часть, мы вовлекаем ассоциативно все другие связи, которые соединены неразрывно с этой частью. Поэтому социальная сеть является отражением даже в виде своих дубликатов, компьютерных, то, что мы, опять же, в гаджетах видим в форме Фейсбука, ВКонтакте, Одноклассников, что это как раз показатель, как некое переросшее значительно число Донбара, 150 устойчивых связей, когда у вас 5000 френдов. Это не значит, что это реальные люди, это значит, что это дубликаты реальности, это иконки, это как раз аватары, с которыми вы имеете дело, даже не зная гендер, с кем вы сталкиваетесь в холиваре, в сети, когда возникает какая-то очередная научная дискуссия или диспута. Поэтому принцип сети касается теперь и описания психики, что это не просто тушки нейронов, которые мы наблюдаем через призму какого-то исследовательского аппарата, там, электронного микроскопа, а это взаимодействие между нейронами. Это 100 триллионов связей, которые есть между этими 86 миллиардами нервных клеток, которые есть у нас в мозгу. И поэтому сетевое взаимодействие раскрывает характер социальной модели, социальной части психиатрии, социальной части психотерапии. Поэтому это совокупность эффектов, которые мы пока с трудом можем даже описать, не то что верифицировать. И поэтому трудности доказательной медицины в сфере психиатрии и психотерапии, трудности эффективности исследования, самой эффективности психотерапии связаны с тем, что это многофакторная модель и действительно полисистемная, где тесно перепелетены те факторы, которые называются терапевтические отношения, средовые факторы. Поэтому нам их сложно включить в исследования тех же беременных. Потому что отношение к этой беременности, запланированная она, насколько удовлетворена женщина тем, что этот факт произошел, будут влиять даже на течение самой беременности. И мы можем говорить об этом как о психосоматике, а можем говорить о том, что человек это холистический феномен. Это некая целостность, которая в некоторых случаях грубо нарушается как раз невротическими процессами, конфликтами, которые мы можем все-таки найти, феноменологически как минимум описать, а может быть даже прояснить некие причины следственной связи. И на примере, ну буквально придется опять же тезисно обойтись, когнитивно-поведенческой модели психотерапии, когнитивно-поведенческого направления, где изначально бихевиоризм пытался очень скромно описывать только то, что мы можем зарегистрировать буквально, измерить линейкой. Почему Вотсона так вдохновили работы Павлова? Потому что капающие слюной собаки, это же восторг для Вотсона был. Можно по каплям измерить, как выглядит рефлекс и слюны, и желудочного сока. Поэтому именно дескриптивное описание феноменов, именно их научная регистрация, подкупила Вотсона, почему он на Павлова больше всего в своем манифесте вместе с Бехтеревым исцелался. Но бихевиористы вынужденно обозначили психику человека как терра инкогнито, которую мы не можем инструментально измерить. Как говорил герой Броневого, такая избитая уже фраза, что голова предмет темный, и исследованию не подлежит. Поэтому линейкой очень сложно измерить психику, и поэтому мы это обозначим, сказали бихевиористы, понятием черный ящик. Когнитивисты же с помощью революционных действий, подрывных, как обычно, предложили распаковать этот черный ящик. Ну, необдуманно, с точки зрения бихевиористов, Айзинг регулярно потом ругался, цензурные нет на такие действия, говоря, что когнитивно-поведенческое – это масло масляное, что все равно это все поведение. Ну, как радикальный бихевиоризм возможно. Но специфика когнитивной психологии, когнитивной психотерапии, именно в том, что этот черный ящик был распакован, но, к сожалению, естественно, как любой ящик, он имеет свойство иногда ящика Пандоры, что мы распаковывая этот ящик, имеем колоссальное количество всего, с чем иногда нам трудно иметь дело. Поэтому и на сеансах психотерапии попробуй начать, как бы, спрашивать. Пожалеешь, что спросил, как говорится. Это еще про детство спроси. И как начнется дальше? Как вас звали в детстве? Ну, до пяти лет заткнись, а потом Андрей. Ну, естественно, речь пойдет сразу о травмах и дефицитах, которые в связи с этим сложились и отразились, поскольку все мы родом из детства, на всем течении последующей жизни и возникающих конфликтов, компенсаторных стратегий, каких-то действий, поведения человека, которые он недоосознает как минимум. Поэтому когнитивная психология, и следом за ней когнитивная психотерапия, постаралась все-таки разработать такую методологию, которая позволяет верифицировать вот эти сложно обнаруживаемые процессы. Сложно, потому что их привязать к материи, сейчас к каким-то единицам измерения, по-прежнему достаточно трудно. Психометрические тесты лишь будут давать нам, опять же, тоже феноменологию, уровень тревоги, какие-то особенности, специфики мышления и поведения. Но как это привязать к нейрологии даже с помощью позитронно-эмиссионной томографии, функционального ЕМРТ, или достижения последнего месяца, что специалисты Фейсбука научились читать мысли людей. Со скепсисом, конечно, как к идее Маска тоже этой недели, что он будет лечить аутизм и шизофрению с помощью чипов. То есть психика гораздо сложнее, чем вот такие простые попытки прямой инвазии в ее непознанное пока для нас пространство. Но что-то мы можем в ней раскрыть. И работы Ивана Петровича Павлова как раз помогли нам методологически понять, что мы имеем дело с базой физиологической, где вот эта биологическая матрица стала обладать фантастическим свойством, свойством системы, поскольку система не сводится к сумме элементов ее составляющих. Один нейрон не дает психике. Сто нейронов, тысячи нейронов, миллион нейронов не даст психике. А вот эти миллиарды нейронов дают возможность уже кибернетических рефлексов, отражая уже в своем функционировании вот эту систему дубликатов и создавая целую вселенную. Ну, говоря о матрице, снимается уже четвертая серия, как вы знаете, то, что братья, а теперь уже сестры Вачовские объяснили через полвека, через 60 лет после Павлова. А Павлов объяснил, что такое матрица достаточно четко и в биологическом смысле, и, главное, с помощью второй сигнальной системы в психологическом. Но прозорливый Павлов, который известен нам, как вы понимаете, прекрасно, не только собаками, хотя большинству зарубежных специалистов приходится разъяснять, и вот, будучи сразу на двух зарубежных конференциях мне приходилось буквально на картинках, потому что люди сейчас все меньше понимают сложный язык описания, все больше ориентируются на картинки, причем обычно юмористические. Прояснить, что есть еще малоизвестный провал Павлова в этой клинике. Кто бывал в этой клинике раньше, до замечательного ремонта, знают, что не собаки Павлова здесь бегали, а кошки Павлова. Их было много. Просто вот я здесь проработал 15 лет, и с каждой щели несколько пар глаз светящихся на вас смотрело, когда вы в дежурство обходили просторы этого помещения, этой территории замечательной больницы. Понятно, что это шутка, и в каждой шутке есть доля шутки, всего лишь доля. Иван Петрович очень хорошо понимал юмор, очень четко реагировал, например, на слово психология. В начале 20 века он кидался пробирками в каждого сотрудника, который позволял себе в суе произнести такое слово. Но после визита в Соединенные Штаты, когда, к удивлению Павлова, на его лекции переводчик перевел ему, а он по-русски, как в Мадриде, прочитал на Нобелевской речи, что, вы знаете, вас аплодирующее вот это сообщество из уважаемых профессоров, из большинства университетов Соединенных Штатов назвало вот прямо сейчас выдающимся самым лучшим, самым, пожалуй, производительным и самым необходимым для их понимания психологии психологом всех времен народов. На что Павлов сказал, вы, видимо, плохо перевели. Я физиолог. Перейдите им еще раз, чтобы они не путали. Он говорит, не, не, они знают, что вы физиолог, но они вас признали еще и психологом. После чего Павлов вернулся в Санкт-Петербург, переосмыслил некую систему. И второй раз, когда он поехал в Америку, он уже говорил, ну, кто тут самый известный психолог-то всех времен народов. Ясное дело. Поэтому действительно велика роль Павлова, и я могу не один час рассказывать о его заслугах и, главное, заслугах его школы. Потому что мы на себе, вот молодежь, которая пришла в 90-е в клинику неврозов, постаравшись возродить вот эти славные традиции в виде клинических павловских чтений, в виде совместно с поддержавшими нас и Оксаной Евгеньевой Кашкаровой на тот момент главным психотерапевтом города и Виктором Анатольевичем Ташлыковым, заведующим кафедрой психотерапии. Сейчас у нас замечательное время. У нас смена руководства теперь. Евгений Юрьевич здесь находится новый руководитель прекрасной кафедры и фантастическим образом мне повезло снова вернуться в Иолона, объединилась кафедра медицинской психологии и я теперь снова сотрудник кафедры психотерапии. На мой взгляд, очень символично, потому что тогда, будучи еще совсем молодыми, мы были очень жадными до информации, которой в 90-е было не так много. И, открыв рот, слушали наших старших коллег. И многие помнят, к сожалению, уже ушедшего из жизни профессора Сметанникова, Петр Гаврилович многими воспринимался скептически, потому что он цеплялся за эти рефлексы, рассказывал о Павлове постоянно, но Петр Гаврилович, если с ним поговорить чутко и внимательно, рассказал бы вам, что он учился у Иванова-Смоленского, и он как раз напрямую мог рассказать о всех этих павловских средах, которые проходили в этих замечательных стенах, о тех уже приемах не только поведенческой терапии, которые были в стенах этой клиники, но и когнитивной. Потому что, в отличие от Скиннера, который написал статью, что свободы воли не существуют, это название его статьи, у Павлова книга, которая называлась «Рефлекс свободы». Статья на ее основе издательство Питер выпустило книгу, что говорит уже о том, что он когнитивный, не только поведенческий психотерапевт, что последние 10 лет жизни Павлов приходил сюда постоянно, потом еженедельно он проводил эти павловские среды. С 31 года он стал официальным руководителем клиники неврозов, научным руководителем, наряду с главным врачом. И именно здесь Павлов и пытался донести до всей своей замечательной школы, где были не только физиологи, многих академиков я уже назвал, но и профессора, будущие профессора, психиатры, будущая наша школа отечественной психотерапии в лице Владимира Николаевича Мясищева, потом Бориса Митовича Кровосарского, Виктора Анатольевича Ташлыкова и всех остальных. Артур Александрович, вы отсутствовали, я уже вас упомянул. И связь с Львом Семеновичем Выгодским, Бахтиным, неразрывную в развитии всего фундамента нашей психотерапии. Как и физиология Павлова. Еще как. Я сейчас объясню. Еще раз, вы просто отсутствовали. Значит, вторая сигнальная система как раз была рассмотрена Бахтином в плане вот этой полифоничности, что это голоса, как вы правильно их назвали. И это просто такой научный оргазм было слушать ваш доклад, потому что вы как раз разложили по полкам именно то, что интуитивно понимал Лев Семенович Выгодский. Конечно, он не смог это написать во всех своих статьях, то, что вы уже кристаллизовали в виде четких конструктов практикума такого осознанного психотерапевта, постоянно осмысляющего себя через метапозицию, замечая вот эти голоса в своей голове не шизоференогенного свойства, безусловно, а именно сам характер диалогической речи, которую мы усваиваем от родителей в диалоге с ними, социализируясь через эту коммуникацию. И те дефициты коммуникации, которые некоторые из нас получают, они потом и сказываются и в виде расстройств личности, и в виде специфики мышления и поведения. Так вот, эта полифоничность как раз и свойственна нам, как носителям этой второй сигнальной системы. И сейчас вся психотерапия посвящена осознанию вот этой системы, которую Павлов блестяще описал. И нам сейчас приходится, как стихи Нострадамуса, пережевывать и расшифровывать, как то, что Людвиг Вингенштейн на своих лекциях рассказывал в потолок буквально. И люди в тетрадку записывали, ничего не понимая. Приходил Бертран Рассел, озвучивал, вот это прошаренный товарищ. Я, люди, в философии секу, но ничего не понимаю в том, что Вингенштейн рассказывает. Но понимаю одно, что рассказывает он что-то очень крутое, что только через век станет понятным. И вот сейчас, через век, работы Вингенштейна и Готлова-Фреги, аналитических философов, как раз и стали лингвистическим анализом, которым и пользуется теперь и психотерапия, и акта в лице многоуважаемого профессора Александра Вартура Александровича. И металингвистические. И металингвистические. Потому что и метаэмоции, и метакогниции это то, чем нам придется заниматься как раз из вот этой позиции наблюдателя, которому как раз меньше всего нужно вторгаться в систему, потому что система обладает саногенезом. Система обладает возможностью саморегуляции. И поэтому в руках мастера любой инструмент, как у какого-нибудь Стивена Сигала зубочистка станет оружием, так и любой инструмент станет терапевтичным. Метафора, высказывания, даже как Роджерс, просто молчание. Несколько раз человек высморкался, грозно посмотрел, крякнул, и сеанс прошел благополучно. Множественные инсайты накрыли клиента, катарсис, светился из его глаз, и потом ученики пересказывали как легенду. Вот это же надо! Так сеанс прошел, ничего не сказал терапевт, вообще ничего. Минимализировал, так сказать, интервенции, свел все к экологичному взаимодействию. Поэтому сегодня когнитивно-позиденческая терапия, которая исторически воспринимается как избыточно директивная, как назидательная какая-то, хотя в жизни такой не была, но как некий текст из руководства. Вот сегодня даже Далай-Лама, приезжая в гости к Беку, пытается подчеркнуть, что он не только врач-психиатр, входящий в тройку самых известных врачей 20-го века, по мнению американских коллег, не только в пятерку самых известных психологов всех времен народов, но он еще называет его духовным лидером, что именно ту свободу, которую нам Иван Петрович завещал выбора, мы можем через осознание этого выбора из метапозиции, из понимания вот этой полифоничности нашей системы не только осознать, но и начать сознательно использовать, тренировать как новые кибернетические рефлексы эти выборы. В этом такая светлая роль, на мой взгляд, и когнитивно-поведенческой терапии, и, конечно, фундамента, потому что светлые лико Ивана Петровича мы везде на каждой презентации обязательно демонстрируем, чтобы люди не забывали корни и истоки традиции и инновации, которые могут быть в том числе и с качественным осмыслением фундамента, а не только следования каким-то новинкам интернета. Мало ли, что маску еще в голову придет. У нас есть замечательные свои и светочи, и методология, которая ими оставлена. Конечно, надо смотреть и на то, что делают коллегии, в том числе, тот же самый пресловутый Маск с его нейролинком. Но, тем не менее, завершая, может быть, придется самому себе сделать обрезание бритвы Акама, чтобы не плодить сущности без необходимости, вы уже все устали, придется финализировать вот таким описанием холистичности человека как феномена и холистичности уже психотерапии как феномена. Пока мы каждый в своем цеху разных направлений вытачиваем детали наших технологий и алгоритмов, человек по-прежнему един. И нам нужно к нему подходить также с позиции и интеграции, и последующей целостности. Поэтому я вижу в лице того же Артура Александровича, Виктора Анатольевича, как моих глубоко уважаемых учителей, коллег, терапевтическую силу в каждом взаимодействии с ними. Потому что они являются для меня проводниками терапии как личность, как целостная личность, а не только то, что они делают. То, что они делают, это эманации, проявление их духа, на мой взгляд. Поэтому, конечно, это сложно зарегистрировать в виде конкретных данных, феноменов, сложно перевести в алгоритме. И к тому, конечно, большая благодарность Виктору Анатольевичу и Артуру Александровичу, что они все-таки пытаются прояснить для начинающих специалистов суть методологии. Но это как искусство. И смотреть на работу Виктора Анатольевича, Артура Александровича и других уважаемых коллег как раз большое удовольствие, потому что захватывает дух от того, как изящно, тонко, четко и осознанно они это делают. Поэтому это объединяет всех великих мастеров, неважно из какого они направления. Перлс, Марена, о котором сегодня говорил Артуал Александрович, это разные подходы, но с пониманием человека, с качественным контактом с этим человеком и с таким психическим заражением в хорошем смысле слова, моделями, которые демонстрирует как раз в своей работе психотерапевт. Поэтому, на мой взгляд, если финализировать, то точкой входа для нас является симптом, точкой входа для нас является жалоба нашего клиента в частности на его соматические проявления, что чаще всего клиенты понесет в консультативно-диагностический центр, в поликлинику, даже в стационар. Но дальше нам придется общаться с личностью, дальше нам придется общаться с процессами, которые мы наблюдаем у этой личности и взаимодействовать на уровне моделей, которые могут эту нейросеть, обладающую фантастическим потенциалом, 100 триллионов, представьте, такую мощность у компьютера с фантастической памятью, о которой мы до сих пор имеем скромное представление. Вот эту систему нам нужно запустить, показать ей возможности решения, потому что суицид, которому мы посвятим завтра целую конференцию, это пример тупика, в который человек попадает, его страдания. И еще Будда говорил, что боль неизбежна. Мы все равно будем сталкиваться с тем, с чего сегодня началась наша конференция, с того, что рассказывала Светлана Леонидовна. Боль это часть нашей жизни. Но вот страдание, говорил Будда, это выбор. И поэтому мы можем выбирать что-то другое, несмотря на боль, несмотря на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И важно выйти из этого тупика, в который мы себя загоняем иллюзиями этой матрицы, вторыми сигналами, которые говорят о безвыходности, о безнадежности, о беспомощности, ключевых глубинных убеждениях наших клиентов. Так вот, пример воодушевляющий, когда сам терапевт дышит просто гармонично, как Роджерс, ничего не сказал, гармонично подышал, может нас заражать вот этой уверенностью. Потому что для меня и Артур Александрович, и Виктор Анатольевич в свое время были людьми, которые показали, как можно жить, учиться, творить. И каждая их лекция, каждое их действие, не только выступление. И было настолько эффективным, что я считаю себя, ну, в душе, конечно, может быть, неофициально, продолжателем их дела и традиций. Поэтому спасибо вам большое. Я надеюсь, что и дальше мы будем с вами совместно работать над этой темой, обозначенной нами кодовым словом психосоматика. Но с пониманием, что это просто еще одно окно входа для работы с человеком как феноменом и феноменом холистическим. И спасибо большое за эту социальную сеть, которую вы многими годами своей жизни, работы и творчества и создаете и поддерживаете. И так же, как Павлов со своей школой, я считаю, что Ленинградская школа, Санкт-Петербургская школа психотерапии, это замечательная такая почва для роста и научной мысли, и практики, и становления, и развития нас как профессионалов. Поэтому считаю, что наша конференция в этом смысле удалась, если подводить финальное слово, которое я хотел бы сейчас предоставить Виктору Анатольевичу. И будем надеяться, этот анонс сделает свое дело, и вы захотите встретиться с нами еще. И тогда, в ноябре 2020 года, мы продолжим наше обсуждение этой животрепещущей темы. Спасибо большое. Аплодисменты.